Система фиксирует скорость, направление движения. В общем-то, все это помогает нам определить автомобиль и сориентировать на него экипажа. На экране монитора фотографии нарушителей. Номера мы, естественно, закрыли. Каждая машина попала под одну из более чем 300 камер, которые установлены в регионе. И, словно по ниточке, информация передается в диспетчерский центр ГИБДД. Система эта так и называется – паутина. С мая уже полноценно функционирует. И уже за это время нам удалось выявить более 500 различных нарушений. Как банальных, как выполнение требований по регистрации транспорта, так и выявить автомобили с подложными госрекзнаками. Что довольно серьезно, и за это грозит лишение права управления. Показывать рабочий интерфейс программы пока нельзя. Она для служебного пользования. Однако смело можно сказать, что это ее мозговой центр. Тут сидит диспетчер, которому в считанные секунды поступает информация о нарушениях. Их обрабатывают и пересылают экипажам ДПС. Сейчас мы находимся на маршруте патрулирования экипажа ДПС. Это северная окружная дорога, позади нас автозаправка. Вон там находится камера видеофиксации. Если есть нарушители, с нее поступает сигнал на систему паутина. Оттуда экипажам ДПС посмотрим, может быть нам удастся задержать право нарушителей. Инспекторы работают не только по сигналам, которые поступают в системы паутина. Останавливают подозрительное авто и с обычной проверкой. Система реагирует моментально. Работа с системой паутины номера снимает. Электроника не ошиблась. Машина не зарегистрирована в установленном порядке. Теперь владельцу грозит штраф. Возможно, водитель попытался прикрыться рамкой ЦНС ФСБ вокруг номера. А может, она осталась от предыдущего владельца. В любом случае, оберег нарушителю не помог. По данному факту составлен был инспекторами административный материал. В отношении водителя вынесен административный штраф. Госрекзнаки его изъяты. Водителю этого автомобиля нужно либо зарегистрировать этот автомобиль в установленный срок, либо прекратить его использование полностью. После составления административного материала сотрудники ГИБДД продолжили свою работу по маршруту патрулирования. Если паутина заметит нового нарушителя, она сообщит инспекторам. Да и хранит эта система информацию месяцами, поэтому теперь у нарушителей вряд ли получится уйти от закона. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.